Итак, здравствуйте, наконец-то. Наконец-то мы снова в эфире. Сейчас мы находимся на Майдане. Ой, сегодня у нас двойной праздник и Масленица, 23 февраля. И сейчас мы спросим людей, что же они все-таки пожелают друг другу в октябрьшине? Во-первых, возбужание. Во-вторых, любви и всего самого хорошего. А что вы в Масленицу пожелаете родобельцам? Блинов, водки. И что еще можно пожелать? Ну, поздравляю всех мужчин с праздником Победы. Здоровья, счастья, удачи. Здоровья, радости, бодрости, успехов. У жизни, у дела семейных, чтобы все было благополучно. Чтоб в нашей стране был мир и покой. Поздравьте мужчин с 23 февраля. Хорошо, поздравляю им. Желаю, самое главное, здоровья, чтобы они, отечество наше, всегда защищали. И нас тоже, женщин. И мы их любим. Спасибо. И уважаем больше всех. Спасибо, спасибо большое. Всем мужчинам желаю, чтобы здоровые были, чтобы могли защитниками быть. Ну и вообще, чтобы здоровья хватало, деньги зарабатывать, семью кормить. Сиди, угощайся пленами. Ну, еще раз, за тех, кто служит, чтобы им было там весело и интересно. Вот я вот скоро, наверное, буду служить и думаю, мне будет очень весело и интересно. Дорогие рудобельцы, поздравляю вас с нашим праздником, который наступил. Это Масленица. Также поздравляю мужчин, всех защитников с 23 февраля. Всем желаю счастья, здоровья. Но почему-то людей мало, не знаю. Масленица все-таки. Кушайте блины, наслаждайтесь ими. И сидите дома, чтобы вам было тепло. Мы хотели бы поздравить всех мальчиков с 23 февраля. Пожелать им здоровья, счастья. Конечно же, чтобы исполнялись все мечты, чтобы все задуманное сбывалось. Побольше счастья, радостных моментов в вашей жизни. И любите нас, девочек. Да, поздравляем. Меня с 23 февраля, у всех остальных с Масленицей. У всех земляков, фудобельцев, поздравляю с праздником Масленицы, с великим народным святом. Ну, а так само, с днем защитников нашей Речины. Дай Бог нам у всех мирного неба и много масла. Дорогие земляки, поздравляем вас с великолепным праздником Масленица и не меньше великолепным праздником 23 февраля. Пожелаем вам мирного неба над головой. Чтобы в ваших семьях всегда было счастье, удача, любовь, добробыт. Всего вам самого-самого хорошего. Поздравляем всех с Масленицей, с 23 февраля наших защитников Отечества. Желаем, чтобы было много здоровья, все остальное будет. Все будет получаться, все будет хорошо. Будьте здоровы и ешьте блины. С праздником! Желаю нашему Октябрьскому району, всем людобельцам счастья, удачи. Самое главное – здоровья в нашей жизни. В 1969 году я служил в Советской армии. Как вам служилось? Служилось хорошо, потому что, когда уходил в армию, мне батюк наказ таки дал. Сынок, служи так, чтобы не стыдно было людям в очи глядеть. Вот так и служил. Заслужился до старшего сержанта, в гвардии старшего сержанта. С праздником вас! Спасибо! А почему только мужчинам? Я бы хотела пожелать женщинам, матерам, женам. Вы нас охраняли полтора года, а мы вас оберегаем всю жизнь, так что я думаю, это больше праздник женщин, чем мужчин. А 8 марта тоже женщин? Тоже женщин. А немного ли? Нет, мы это все тянем. А, ну тогда вопрос о ноль. А вы как думаете? Так что с праздником, я согласна с праздником, дорогие мужчины, наши защитники, чтобы было у них силы, энергии, и мы за ними были как каменной стеной. Желаю здоровья, счастья, любви, удачи. А что ты пожелаешь мужчинам в День защитника Отечества? Будь такими же сильными, мужными. И будь мужчиной. Спасибо. Поздравляю всех мужчин. Желаю им здоровья, самое основное. Мирного неба. Как жилось им весело. И хотелось усяго. Ну, что ж то. Побольше грошей. А с маслицей поздравьте. Ну, а с маслицей тоже самое. Как было весело. Не все не унывали, головы не вешали. И вот я увидел замечательную такую лавку красивых изделий и решил прикупить себе что-нибудь. Сейчас я так посмотрю. А сколько вот эти вот стоят чертята? 40 тысяч? 40 тысяч. Пожалуйста. Все. Вот купил такую замечательную игрушку. Поставлю дома куда-нибудь на полочку и буду любоваться. И буду вспоминать об этом прекрасном дне. Поздравьте всех мужчин Октябрьского с этим праздником. Что вы им пожелаете? В первую очередь здоровья. Вот. Благополучие. Семейное счастье. Ты уже поздравил папу с праздником? Да, конечно. А ты будешь в будущем защищать Отечество? Ну, может быть. Если как попадет. Ясно. А поздравь всех мужчин Октябрьского, всех защитников Отечества. Что ты им пожелаешь в этот праздник? Ну, чтобы были здоровы, никогда не болели. Ну, и чего-то и лучшего. Ну, хочу пожелать, конечно, здоровья. Чтобы все посещали тренажерный зал. Мне надоело туда одному ходить уже просто. Молодежь должна быть сильной. Сильной для того, чтобы, ну, в случае чего, не дай бог, конечно, защититься. Это так тябский. А как у маслозавода на Масленицу идет торг, торговля? Ну, как? Хотелось бы лучше. Желаем здоровья, счастья, успехов. Удачи. Ну, и всего самого наилучшего. Чтобы были всегда крепкими, здоровыми. И больше внимания уделяли девушкам. Я купил блины. Очень вкусно. Я сейчас буду есть. И даже готов угостить даже. И все будем есть. А мы к вам вернемся через несколько секунд. А может и больше. Эти шесть секунд продаются. Ой, ну, поздравляю всех мужчин особенно. Тебя, молодого и постарше поколения. Что вы им желаете? Ой, желаю счастья. Самое главное – здоровья. Я хочу пожелать настоящим мужчинам, чтобы у них всегда велося, моглося и хотелось. Женщинам хочется пожелать, чтобы в Масленице была каждый день, а не только сегодня. Потому что не подмажешь – не поедешь. Вот и все подошло все к концу. Мы завершаем. Все было классно, весело. Приходите на массовое гуляние на площадь. Гуляйте, будет вам счастье. Если вы что-то умеете, вы талантлив, но вас никто не знает, вы умеете что-то делать, обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем прославиться. Пока.